Вот бы сейчас перекусить. Что думаешь, вещь? Да, согласна. Пойдем в Макдональдс. Эй, что за дела? Прошу обратить внимание вот на эти знаки. Вам сюда вход воспрещен, ясно? Ах так? Ну, сейчас я им такое устрою. Хорошо, что у меня есть тухлая рыба и вонючий лук. Пора смешать их в самую вонючую смесь в мире. Вонючая бомба готова. Можно сбрасывать. Ловите. Мамочки, что это было? Если мне туда нельзя, то и никому другому тоже. Макдональдс закрыт. Кажется, эта разгневанная толпа идет на нас, вещь. Нам не привыкать. Сматываемся. Еще пару поворотов, и мы будем дома. Ну все, тут они нас не достанут. Знаешь вещь? Мы откроем свой собственный Макдональдс. Повешу значок, налеплю плакат и надену фирменную кепку кассира. Осталось дождаться первых клиентов. Ого! Макдональдс! Ладно, времени на обед почти не осталось. Поэтому дайте мне, пожалуйста, ролл и напиток. Легко. Итак, я возьму лепешку. Открою кетчуп. И что это с ним? Почему не льется? Ладно, на такой случай у меня есть арбалет. Лети, бутылочка. Сейчас я тебя подстрелю. Готово. Так вот, продолжаем. Обильно смазываю лепешку кетчупом. Затем добавляю лист салата. А вот и кусочек мяса. Долго еще? А, череп! Извините, можно побыстрее? И куда он так спешит? Ладно, хочет побыстрее, получит. А вот и стакан колы. Прошу ваш заказ. А вот оплата. Спасибо. Ну, наконец-то. Что? Стакан пустой? И что мне пить? А вот что. Можешь выпить немного колы из моего пистолета. Конечно, если поймаешь. Кстати, у меня тоже есть правило. Никаких охранников. Да как? Как вы смеете? Ладно, хотя бы поем. Что? Помогите! Здесь человеческая рука. Ой, здравствуй, милочка. А можно бабушке, пожалуйста, молочный коктейль? У меня тут и денюжка есть. Вот, держи. Приготовь, пожалуйста. Итак, нам понадобится фирменный котел и книга рецептов. Ага, ага, очень интересно. Начну, пожалуй, с молока. Что там дальше? Вещь, переверни страницу. Думаешь, это тот рецепт? Ну ладно, будем готовить по нему. Рог единорога. Пара костей. Летучая мышь. Куриные лапки. И глаза Хаги-Ваги. Теперь все хорошенько перемешиваю. Хм, что там дальше по рецепту? Ну, живая крыса так живая крыса. Ну вот, больше, кажется, не живая. Бывает. Теперь я наполню стакан моим восхитительным напитком. И украшу все взбитыми сливками. Мне кажется, получилось очень даже миленько. И глаза здесь очень даже к месту. Осталось только нарисовать фирменный логотип. Готово. Прошу. Ой, ты меня напугала. Спасибо. Какой странный коктейль. Ну ладно, попробую. Какой необычный вкус. Ой. А так и должно быть. Проверю-ка я по книге. Ну, все понятно. Вещь твоих рук дело. Я же говорила, мы готовим молочный коктейль. А ты мне что подсунул? А вот и я, великий граф Дракула. Макдональдс? А я не прочь перекусить. А ну, просыпайся. Это я, граф Дракула. Привет. А можно мне, пожалуйста, бургер? Бургер, значит, не проблема. Берем булочку. Кладем в нее салат, лук. А из зубчиков чеснока можно сделать клыки. Уж больно они похожи. Теперь зубчики поставим вот сюда или сюда. Прошу прощения, но Дракула и чеснок – вещи несовместимые. Ну, что за привереда. Ладно, так и быть. Сделаю клыки из сыра. Вышло неплохо. Ну, а теперь пора зажигать. Несколько мгновений под пламенем огнемета. И котлета уже идеальной прожарки. Выкладываем ее на бургер. Сверху добавляем маринованных огурчиков и накрываем булочкой. Прошу, ваш бургер готов. Ой, какой симпатичный. Попробуем. Ой, да он же вообще невкусный. Один момент. Я знаю, как это исправить. Вампиры любят кровь. Но крови у меня нет. Вещь, что думаешь? Да, возможно, томатный сок сойдет. Ну что ж, тогда я выжму из этого томата все соки. Вот и готов целый пакет свежей крови. Это вас устроит? О, кровушка! Скорее давайте сюда, уже слюнки текут. Да без проблем. Только выдавлю ее в бургер. Вот так-то лучше. Вот теперь совсем другое дело. Спасибо, спасибо, спасибо. Пока-пока. Ой, как же странно я себя чувствую. Что со мной случилось? Милочка, не знаешь? Без понятия. Так, хочется есть. А можешь сделать мне картошечку фри? Сейчас все будет. Так, Вещь. Держи картошку, а я буду орудовать как настоящий мастер. Пара точных взмахов. И картошка очищена. А теперь вещь. Тащи ее в мой аппарат для пыток. То есть, для нарезки. Ничто так шикарно не нарежет вашу картошку, как старая добрая гильотина. Ну, что я говорила. Идеальные ломтики. Осталось их только поджарить. Добавлю немного соли, и можно перекладывать в специальную упаковку. С пылу с жару. Выглядит очень аппетитно. Ну и куда же без логотипа? Я разогрею клеймо и отпечатаю его на коробке. Что может быть круче черного логотипа? Вот ваша картошка. Угощайтесь. Ой, спасибо, милочка. Почему я не могу ее схватить? А мне так голодно. Один момент. Если это зелье превратило старушку в призрака, может, оно и картошку превратит в призрака? Добавим пару капель и проверим мою теорию. Получилось. Вот теперь прошу вас, угощайтесь. Большое спасибо. Какой запах. А какой вкус. Я просто улетаю на седьмое небо от счастья. Ого, теперь тут Макдональдс? Привет, подружка. Как же круто ты тут все оформила. Я в восторге. Ну что, мне, пожалуй, вишневый пирожок. Ну давай, не вредничай. Ладно. Для начала разберусь с тестом. Думаю, такое сойдет. Спасибо, Вещь. С помощью шприца закачаю в него начинку. А теперь надо бы хорошенько его отбить кувалдой. Идеально. С помощью этого шикарного ножа придам ему необходимую форму. И уложу туда мистера скелета. Теперь мне понадобится вот это столетнее варенье. Пожалуй, червячков я трогать не буду. А вот ягодку положу. Накрываю крышечкой. И опускаю в котел с кипящим маслом. Ну, то есть во фритюр. Так, кажется, тут хватает. Держи, подружка, с дачи не надо. Вот и пирожок. Гроб? Вензды в своем репертуаре. Попробуем. А это что такое твердое? Скелет! Какой кошмар! Как же все-таки легко вывести Эннет из себя. Понравилось наше видео? Тогда скорее ставь лайк, подписывайся на канал Мультидо и делись им с друзьями. Ну, а пока-пока и до скорой встречи!